Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос, и надо сказать, что он прочитал ваш второй вопрос, который вы задавали тогда, ну, в разделе медицины еще. Вот, допустим, он мне показался тоже важным. Ну, во-первых, между тем, что чувствуете вы и тем, что чувствует ваш ребенок, испытывая страх, определенная есть связь. Какая связь? Говорить, конечно, пока сложно, потому что очень мало информации вы даете о себе. То есть именно говорить о наличии связи между двумя феноменами, которые вы описали, можно, но пока не конкретно. Потому что вы говорите, как можно в своем вот другом вопросе вы пишете, как можно чувствовать себя плохо, имея всю базюрь. То есть есть какая-то проблема, наверное, даже проблема, может быть, психотоматического уровня. Вот. Это я сейчас с точки зрения психологии говорю. Возможно, имеет место быть подводные камни между вами и вашим, например, скажем, супругом. Возможно, у вас с ним есть какие-то проблемы. Вот. Возможно, есть что-то еще, о чем мы, конечно, вот так вот вам не скажем, к сожалению. Потому что нужно разбираться с вами более подробно. Вот. Вот. Но, тем не менее, факт остается факт, что ребенок, ваш первый ребенок, ваш старший ребенок, он, значит, переживал похожие моменты, да, он переживал что-то подобное. Но вы тогда написали, что все прошло как бы само собой. Вот. Сейчас все само собой не проходит, к сожалению. Это значит, что ситуация усугубляется. Вот. Как она усугубляется? Почему она усугубляется? Что произошло? Нужно разбираться. И, в частности, нужно именно разговаривать с вашим ребенком, нужно разговаривать, чтобы понимать, что его беспокоит. То есть, нужно с ним разговаривать. Нужно понять, чего он боится, чего он опасается разговаривать о его страхах. Потому что, на самом деле, именно сейчас, вот когда, когда ребенок находится вот в таком возрасте, когда он бежит к вам, когда он доверяет вам, С ним можно разговаривать о том, что его беспокоит и о том, что его тревозит. И это, на самом деле, самое главное. То есть, если вам врачи не помогли, если врачи не смогли увидеть проблему, то, скорее всего, проблема понятна не в этом. Проблема именно в том, что у ребенка есть некие страхи. И эти страхи, они, по сути дела, не дают ему нормально существовать, нормально существовать. И надо определять, что именно это за страхи, какие это страхи, откуда они взялись, с чем они связаны и так далее. Вот. И это, на самом деле, детский психолог. Детский психолог вам здесь поможет куда лучше, чем, например, ну, чем, например, тот же врач, который, который еще не факт, что для вас будет стараться. Вот. И не факт, что он будет направлен именно на ребенка. Вот. То есть, вам нужно именно, вот, к детскому психологу обратиться, чтобы помочь своему ребенку. Но, хотел бы, ну, знаете, вот так, как сказать, отдельно, да, отдельным пунктом, донести такую вот вещь. На мой взгляд, тоже довольно важную, довольно важную вещь, она заключается в том, что вы сами сперва попробуйте поговорить со своим ребенком. Как-то разговариваете с ним, спрашиваете его, чего он боится, чего он опасается, а? Как-то это происходит, ведь если это происходит, значит, трансформирующая ситуация, она раз за разом случается. А раз так, что ребенок имеет о ней представление. И представление об этой ситуации ребенок имеет неверное, скорее всего, раз он именно боится. И в этом аспекте, в аспекте неверного представления о ситуации, вам и нужно вступить в активную роль. Активная роль, она в этом и заключается, что вы как бы помогаете ребенку понять, что то, что он видит, то есть ему кажется, не является на самом деле таковым. А на самом деле является там, грубо говоря, совсем иным, и ребенок просто неверно понимает ситуацию. Да? Вот именно так вам нужно поступать. Именно так мне видится решение ваших проблем. То есть, еще раз. Сперва, вы пытаетесь с ребенком разговаривать по поводу того, чего он боится. Говорите им. Распрашивайте его. Узнавайте у него, что его волнует, что беспокоит, как чего. И далее, в зависимости от результатов этого, в зависимости от того, насколько успешно будет, насколько успешны будут подобные разговоры, подобный диалог. Вы уже сможете определить для себя, что вам делать дальше. Вот, я думаю, это то, что вам можно порекомендовать. В принципе, это гораздо легче, чем то, что вы делаете сейчас. И куда менее травмирующее для вашего ребенка. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы ко мне остались, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!